Всем привет! Наливайте кофеечек, потому что сегодня я вас буду развлекать новым обзором. У компании Арискей вышли новинки из линейки АМ, а конкретно это квик-гели, то есть быстрые гели. Расскажу об этом материале, покажу работу на клиентах и также буду использовать базу и топ. Посмотрите, какие симпатичные баночки, матовые стеклянные флакончики, содержание продукта, все качественно сделано, нигде ничего не отваливается. Базу и топ вы теперь не перепутаете, но можете уронить от счастья от такой красоты, потому что они находятся в разных по цвету баночках. Вообще, смотрите, как симпатично. И у меня 4 геля. Также хочу обратить ваше внимание, насколько качественно выполнена упаковочка. Качественно и стильно. Матовая баночка, необычные оранжевые крышечки, номер указан. Тоже здесь все качественно, ничего не сотрется, все добротно. Интересно, эта упаковка не только внешним видом, но и функционалом, потому что здесь есть защитная мембрана. Ну, как мы раньше с вами вырезали ножничками по центру, чтобы гель не тек по резбе, так вот теперь ничего резать не надо. Производители сделали все за нас. Смотрите, клеевая мембрана, вот за эту штучку, здесь даже стрелочка указана, дергаете, открываете, уже все за вас ровненько разрезано. Кстати, эту мембрану можно по нескольку раз использовать, не надо ее выбрасывать. После работы точно так же закрыли, запечатали и никаких протечек у вас не будет. Очень удобно. В общем, все сделано на пятерочку. На примере второго номера объясню вам, почему это квик-гели или быстрые гели. Открываем аккуратненько, не так как я. Я на радостях торопилась и повредила эту мембранку. Мой любимый молочный цвет. Я чаще всего использую именно молочный. Напишите в комментариях, какой оттенок гелий у вас самый ходовой, камуфлирующий, молочный или может быть прозрачный. Консистенция у этих гелей довольно жидкая. Кто привык работать базами, для вас это качество очень понравится, потому что выравнивается гель очень быстро. Для скоростных мастеров это просто находка. Мне нравятся жидкие гели именно потому, что они сами легко разравниваются. Густые гели нужно все-таки подталкивать кисточкой, помогать им бугорочки расправлять. Это нет. Это материал быстро сам выравнивается. Видите, уже никаких тут пимпочек на поверхности нет. Нанесете на ноготь, он быстренько у вас затечет на боковые валики и под кутикулу. Шучу! Если не будете прям пихать под кутикулу и промазывать боковые валики, то ничего у вас не затечет. Гель будет ограничиваться тем мокрым пространством, которое вы ему очертили. Но, конечно, в разумных пределах. Если навалите очень много материала, то и это затечет. В общем... Ну и ливень у нас. Надеюсь, его не слышно. В общем, работать этими материалами нужно быстро и, соответственно, и клиента вы отпустите раньше. Так, свет я немножечко притушила. У меня бесстеневая лампа на четырех режимах. И мне кажется, вот первый режим засвечивал видео. Я сейчас готовлю верхние формы для того, чтобы показать вам плотность пигмента. конкретно молочного геля. Так, сейчас я его заполимеризую. Кстати, защитную мембранку я клею вот таким образом, чтобы потом ее прикрепить на место. Так, минутку просушила. Липкий слой снимаю. И сейчас заодно протестирую на предмет амортизации и на предмет хрупкости. Но все же давайте закончим с пигментированностью. Вот молочный гель. Он довольно-таки пигментированный. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что на клиентке я работала лавандовым и розовым оттенками. И они почти не отличались. Хотя в баночке был явно заметен цвет лавандовый и розовый. Здесь же такого эффекта нет. Ну, то есть пигмент плотный. Прозрачность наблюдается только в том слое, где я нанесла, ну вообще, прям доли миллиметров. И материал действительно амортизационный. То есть, если вы будете укреплять натуральные ногти чрезвычайно тонким слоем, то ногти будут по ощущениям клиента как будто бы натуральные. Видите, как будто база будет гнуться за натуральным ногтем, но в то же время защищать от негативных воздействий ногти. И опять же, если в тонкий слой, то он вот такой вот прозрачный. Здесь немножечко потолще, но все равно, обратите внимание, здесь у меня слой довольно-таки тонкий. И я попробую его согнуть, но нет, вы знаете, он прочный. Это говорит о том, что этим гелем можно наращивать. Если бы он в толстый слой был бы такой же вот мягкий, гулящий, не побоюсь этого слова, то наращивать им было бы нельзя. Ну, потому что свободный край просто бы сгибался. А здесь я вижу вот слой небольшой, но все равно гель довольно-таки прочный и не хрупкий. Я уже точно могу сказать, что он не хрупкий. Я пытаюсь его сломать. Мне доводилось работать с гелями, которые бы уже давно бы треснули при таком давлении, который я оказываю сейчас на гель. Слушайте, я его при всем желании не могу сломать. Так. Не выходит каменный цветок. В общем, гель довольно-таки прочный. Держит он арку. Мне кажется, он даже арку держит при сгибании, потому что я вот когда его это сгибала, тут они уже такие тверденькие и назад не разгибаются. Обратите внимание, этот гель также подходит для создания арки. Он держит свою форму, потому что есть гели даже жесткие, но после того, как вы их сожмете, они вот так вот раскрываются. То есть этот, смотрите, держит свою арочку. Отлично. Четвертый номер сейчас вам покажу. Вот он как раз этот розовенький, который я использовала в работе с клиенткой. Обратите внимание, он кажется очень ярким. Но этот гель полупрозрачный до такой степени, что если у клиента от предыдущего покрытия остался какой-то камуфляж на ногтях, то он будет просвечиваться через этот гель. Вот учтите, что при укреплении натуральных ногтей в тонкий слой этим гелем нужно будет обязательно спиливать предыдущее покрытие до натурального цвета, иначе пятна будут видны. Я сейчас хочу проверить на предмет сохранения арки. Сейчас подсушу, сожму арку и посмотрю, будет она разгибаться или нет. Вот так вот сразу сожму. Ой, нагрелся. Это значит вовремя я начала его сгибать. Кстати, производители представляют этот материал как низкотемпературный. То есть его формула создана таким образом, чтобы клиент не ощущал сильное жжение во время работы. Прозрачные и полупрозрачные материалы грешат тем, что они очень быстро схватываются, частички очень быстро начинают двигаться, из-за чего создается нагрев, и клиент зачастую страдает от этого. Опачки! Смотрите, как отщелкнулся. Все, пожалуйста, арочка у нас держится. Прекрасный цвет. Кстати, вот, видимо, на своей клиентке я его очень тонкий слой делала, укрепление, потому что, обратите внимание, здесь тоже плотненький пигмент, и прям виден цвет. А на клиентке, получается, я работала вот настолько прозрачным слоем, что очень все было видно. Ну, слушайте-ка, отлично, отличный гель. Этот тоже сломать, ну, просто невозможно. У меня пальцы болят сейчас от того, что я надавливаю, а слой-то тут, смотрите, не очень. Нет, я понимаю, вы смотрите сейчас на свободный край. Если я его подпилю до толщины, сейчас давайте посмотрим, какая тут толщина была. А то я же знаю, вы у меня такие умные, вас не проведешь, вас не обманешь. Поэтому я сейчас допилюсь до того момента. Кстати, сумочку уже не показал вам отариский. Смотрите, какая симпатичненькая. Подарок мне прислали. Я ее уберу, чтобы не крошить на нее. Так, я допилилась до толщины. Вот такая, около миллиметра эта толщина. Очень прочная, девочки, отлично. Гель просто супер. Очень вам советую. Пятый номер. Вот этот самый лавандовый, которым я работала на клиентке. Очень красивый цвет, смотрите, красота. Но так как я работала очень тонким слоем, вы все это увидите дальше. Оттенок розового с лавандовым. Он присутствовал. Там получается, что розовые ногти были теплого оттенка, а лавандовый ноготь, он был холодного оттенка. Ну, чисто такая легкая дымка была. Ну, а если укреплять слоем потолще, то, конечно, смотрите, цвет читается. Эти гели также обрадуют тех, кто любит около кутикулы делать ощущение отсутствия материала. Потому что этот гель сводится практически на нет. То есть у кутикулы вы все-таки укрепите ноготь. Но он будет визуально прозрачный, как будто там ничего нет. И там прочный, очень прочный. Вот сейчас у меня в обзоре 4 оттенка. Это самые ходовые, самые популярные. Вот вы сами напишите в комментариях, какими оттенками вы чаще всего гелями работаете. Я думаю, что именно вот такими приближенными к натуральному. Так, здесь я арочку уже не стала. Оп! Отщелкнулся. Вот. Такой приятный оттеночек. Смотрите, одна и та же форма. Я сейчас гель наваливала в одну и ту же форму. И смотрите, как влияет поджатие. Кажется, что вот этот розовый гораздо уже ноготь, чем вот этот. Вот что делает поджатие с нами девочки. Сорца-то и не кажется, как будто очень сильно поджали. И восьмой номер. Я вот, к сожалению, не сходила и не посмотрела, сколько всего оттенков. Если здесь написано восьмой номер, значит, уже их как минимум восемь. Если кто работал с этой линейкой, напишите в комментариях, какие-то у вас оттенки и твои впечатления об этом материале. Ну, сейчас мы докатились до самого, что ни на есть натурального цвета. Это для тех хитрых врачей и учителей, которые хотят показать начальству, что они нет-нет, они маникюр не делают, они гель-лак не делают, но при этом они хотят прочные ногти. Вот, пожалуйста, это самый натуральный цвет, который укрепит ногти хитрым врачам, но при этом будет выглядеть как натуральный. Вот такой приятный оттеночек. Растекается очень быстро, выравнивается также очень быстро, поэтому можно методом переворачивания выравнивать, чтобы блик собирался по центру ногтя. Именно так я и работала со своей клиенткой. У меня на телефоне есть такая прикольная штучка, если я сейчас приближу изображение, то звук будет писаться именно отсюда. Я просто хочу зафиксировать прикольный чпок, когда гель отщелкивается от верхней формы. Ну и где чпок-то, ёкарный бабай. Надеюсь, вам было приятно. Такая арочка, тончайший ноготь будет у ваших лент, при этом прочный. Какие хорошие гели. Я думаю, Бэби Бумер очень хорошо такими гелями будет делать. Да, для Бэби Бумера будет просто отлично. Так, пробежимся по базе и топам. Так, топ. Глянец мне, кстати, понравился. И носится он на гель, потому что я его наносила сразу после геля. Очень часто топы на гель не ложатся, а растекаются кратерами, потому что у гелей остается очень жирная дисперсия. Так вот, здесь совместимость материалов очень хорошая. Сразу поверх геля наносила топ и все отлично. Я не люблю гель протирать салфетками, потом топом, потому что после протирания салфетками, после снятия липкого слоя с геля, на геле глянцевая поверхность. И я как-то всегда не уверена, будет ли на этой глянцевой поверхности держаться топ, а не будет ли он стираться. Поэтому я не рискую стирать дисперсию, это во-первых. А во-вторых, когда стираешь, все равно ли пылинка или соринка попадет. И потом топом это толдычишь-толдычишь, растираешь-растираешь. В общем, вы поняли, показываю консистенцию. Она средняя. Средняя. Мне очень понравилось то, что прозрачные кисточки. Почему-то такими кистями работать удобнее. Обзор что ли больше, я не знаю в чем дело, но очень люблю прозрачные кисточки. Они небольшие. Бывают такие кисти, как веники, которыми в мизинце, например, и сложно покрыть материалом. А здесь кисточка вот такая вот небольшая. Топ без липкого слоя. Хороший топ. 0,1. Здесь тоже 0,1. Это база каучуковая. 9 мл. Производится это в Москве. На улице Оли Хованского. Правда, его зовут Павел. Но, вероятно, это какой-то родственник. Кто понял шутку, также пишите в комментариях. Даже если это шутка и дурацкая. Так, сразу показываю тоже прозрачные кисти. Мне это очень нравится. Еще раз повторю. Кисть небольшая. Пусть лучше будет она небольшая. Можно просто загребсти побольше материала, если ноготь большой, например, и капелькой жмякнуть. А если у клиента мизинцы очень мелкие, то как вы будете здоровой кистью наносить? Неудобно. Поэтому вот меня такие кишечки вполне устраивают. Консистенция здесь средняя. Не сказать, что прям сильно густая, но и не жидкая. В общем, средняя консистенция. Сегодня нанесла эту базу и топ на клиента. Как все это относится, как все продержится. Подписывайтесь на телеграм-канал и на ютуб-канал. Все это я покажу, как она относит. Кстати, клиентка просто идеальна для этого обзора, потому что она все топы стирает в хлам. Просто на ней ни один топ нормально не держится. И вот посмотрим, что будет с топом. Базы. Тоже, знаете, вот есть клиенты, на которых любая база хорошо будет держаться. Ну, вот ногти такие. А эта клиентка как раз такая, на которой не все базы хорошо держатся. И это как раз проверка для базы. То есть, если на ней будет эта база хорошо держаться, значит, она универсальна вообще для всех клиентов. Значит, на любом клиенте она будет хорошо держаться. Если плохо продержится, значит, для тех клиентов, на которых вот любой материал хорошо держится. В общем, это должно пройти месяц. А то и полтора, потому что мои клиенты носят и полтора, и по два месяца. Так, с распаковочкой, с обзором мы закончили. Теперь давайте перейдем к работе на клиентке. У меня от радости, девки, аж руки затряслись. Мне тут на днях, значит, скинула... Да, я пока покажу это. На днях Светлана Непесова, ногтеточка, скинула видео ВКонтакте, где Малышева пошла делать маникюр. Вот поприкалывайтесь, девки, зайдите, посмотрите это видео, посмотрите, что ей там наделали и что она там говорит. И вот прикол, значит. Приходит ко мне клиентка и приносит... Та-дам! Объясняю. Вот это совершенно бесполезная вещь, потому что выйдешь на улицу и ты получишь в миллион раз больше солнечного облучения сейчас вот лампе. Во-первых, во-вторых, оно пропускает ультрафиолет. Я могу тебе это доказать. Я сейчас намажу гель, засуну под эту ткань и гель заполимеризуется. То есть ультрафиолет через эту проникнет. Понимаешь? Мы соберем. А? Мы соберем. Нет, просто вот... Вот эти вот видео, я тебе просто их не советую. То, что по телеку показывают, это все такие настолько постановочные ролики. А ты видела конечный результат, то, что ей сделали? Ну так. А? Ну так. Я полностью передаю, что я буду ее показывать. Просто ты не специалист, а специалист посмотрит. Вот девки, вот посмотрите, что там в результате эта мастера сделала. Я не то, что я слепая. Вы просто упадете. И вот такие ролики по телеку показывают. Я просто... Ну, короче, там настолько все хреново сделано и настолько все неправильно сказано, я видела этот ролик. То есть, на то я тебе принесла, чтобы ты... Оль, очень хороший контент, ты мне создала очень... Оль, я тебе их оставлю. Нет, я надеялась... Оль, ты его потом чё кинулся. На самом деле, тот ролик досмотреть я не смогла. Там буквально несколько секунд посмотрела и не стала на это тратить время, потому что я примерно знаю, как создаются такие ролики. Вот кто знает, как пишут копирайтеры для сайтов, и такие же ролики. Сама Малышева не создаёт контент. Может быть, она в общем обрисовывает то, что ей надо, смысл. А сам сценарий, я уверена, что не она пишет, а пишут ей копирайтеры. Вот в данном случае специалист плохо поработал. Ну, во-первых, у нас уже не УФ-лампы, а LED-лучи. Ну, это то, что я там что-то успела услышать. Я действительно взяла гель-лак, на Типсу нанесла и в этой перчатке поместила под лампу. Всё это я показывала в Телеграм. Вот эта перчатка, которую клиентка принесла, она пропускает ультрафиолет... Ну, не ультрафиолет, а лучи, которые полимеризуют. То есть ничего она там не защищает. Всё это мы обсуждали в Телеграм. Я всё-таки хочу вернуться к этим гелям. Мы тут уже пообщались с коллегами. И они тоже подтвердили мои мысли о том, что эти гели прочные, во-первых. Самое главное. И интерес в них в том, что они быстрые. Ну, потому что жидкие. Опытные мастера, они уже не боятся там, что-то затечёт у них под кутикулу или что-то там. Поэтому вот быстрыми гелями даже прикольно работать. Ну, а сейчас вы видите на клиентке два оттенка. Безымянный у неё был лавандовый, остальные ногти были розовые. И, как видите, не сильно цвет отличался. Но это только лишь потому, что, оказывается, я очень тонким слоем работала. Поверх топа АМ я нанесла втирку. Кстати, сейчас вот делаю вставочку. Как носится втирка, а то некоторые до сих пор боятся её делать, потому что считают, что она плохо носится. И это потому, что вы её, значит, неправильно закрепляете. После нанесения втирки... Да, если она плохо втирается, значит, надо протереть её спиртиком и втирать. Дальше спилить с торцов, нанести бескислотный праймер, дальше один слой топа. И всё потом прекрасно носится. А как относится этот гель, вы увидите, если подпишетесь в мой телеграм-канал. Но я почему-то уверена, что всё будет прекрасно. Ссылка на этот замечательный гель будет в описании под видео. Спасибо за просмотр. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!